22 декабря 1896 года Александра Леонтьевна записал в своем дневнике всего три фразы. Тихо, тепло, опускается легкий снежок. Сегодня несушка снесла первое яйцо. Тихой и теплой была жизнь в деревне Сосновке в 70 верстах к югу от Самары. Тихой и теплой она была и на хуторе возле деревни Сосновке. Опускался легкий снежок, несушки несли яйца, а сыну Александра Леонтьевны Леле вот-вот должно было исполниться 14 лет. Баю-баюшки, баю. Не ложись на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок. На следующий день, 23-го, снова шел снег и понеса небольшой ветер. Вечером приехали работники, заходили здороваться. Все с обветренными лицами. Говорили, что в окрестных деревнях и в Хомяковке, и в Марьевке только и разговору, что о волках. Мол, обнаглели совсем, воют по ночам, кажется, прямо под окнами. А пару раз по утрам бабы, выйдя с кромыслами за водой, видели волчьи следы у самых своих ворот. С лобом, волк стал еще тот. Чесали мужики бороды и затылки. Так обнаглел, что если завтра же не начать отстрел, не ровен час, глядишь, и скотину начнет таскать. А там и человеченкой не побрезгуют. Дескать, разве редко им приходится возвращаться домой за полночь? Вот тут волк и подстережет. Александра Леонтьевна слушала работников, а у самой тревожно екало сердце. Да и как ему было не екать, если муж возвращался домой на хутор, часто и за полночь. Итого позже делать у него на семерых хвастит. И не делать их не было просто никакой возможности. А степь, она и есть степь. Кричи, не кричи, встретишь волка, пиши пропало. Вот сегодня он поехал в Самару по делам. А когда вернется, этого не знает никто. А то застанет всех, вернется, завтра засветло, а то задержится на день, на два. А не то, смотри, поедет домой на ночь, глядя. Вправду говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Думая так, Александра Леонтьевна подошла к столу и открыла тетрадь, куда записывала понравившиеся мысли. Редкие имена, фамилии, истории, услышанные от баб на кухне. И пришедшие в голову мысли, вдруг пригодится. Волчиха, повторила она, волчиха. Жила на свете злая волчиха. Лес, в котором жила волчиха, был смешанный. В нем росли сосны, а между сосен попадались осины, березы, дубы и кусты черемхи и рябины. В таком лесу зверю хорошо прятаться. Но беда была в том, что лес был невелик. А за лесом во все стороны лежали степь и поля. По крайней леса проходила дорога. И звуки людских голосов часто пугали волчиху. Летом и осенью волчиха жила одна. Днем она спала где-нибудь под кустом, в овраге или в яме, где ее не было видно. А ночью выходила на добычу. Добычи летом было много. Зайчихи повывели зайчат, разная лесная, доболотная птица, птенцов. Волчиха не брезговала ничем. Ела зайчат, мышат и всякую разную мелочь. Все попадало на острые волчьи зубы. Однажды под вечер волчиха вышла из своего оврага. Она давно не пила, и ей очень хотелось пойти к речке и напиться. Вечер был душный и жаркий, и она шла с высунутым языком, с которого капала слюна, как будто бы она пробежала много километров. Она пробиралась к кустарникам, стараясь ступать так, чтобы ее не было слышно. Так она дошла до опушки леса и высунула голову из-за кустов, чтобы убедиться, что на опушке нет ничего подозрительного. И вдруг она насторожилась. На полянке среди травы стояла корзина, полная ягод. А рядом лежало что-то, завернутое в тряпки. Волчиха потянула в себя воздух. У нее было острое обоняние. И почуяла знакомый ей запах, который она слышала возле деревни. Пахло человеком. Этот запах раздражал волчиху. Она сама не знала, приятен он ей или нет, но он пугал ее. Запах человека раздражает волка даже тогда, когда он с ним еще не встречался. Волк — враг человека, но ведь и человек — враг волка. И волчиха чуяла это. Она беспокойно подняла голову. Ей очень хотелось завыть, но осторожность остановила ее. Если она завоет, ее могут заметить. Она хотела уйти, но любопытство не пускало ее. Ей хотелось узнать, что находится в маленьком сверточке, который пахнет человеком. Волчиха откралась поближе. На полянке никого не было, но трава была помята, и было много следов, которые тоже пахли человеком. Волчиха стала нюхать сверток, и в этот момент из леса вышли люди, побежавшие к ней с визгом и криками. Развернувшись, волчиха бросилась назад, в кустарник. К весне волчиха почувствовала, что скоро у нее будут дети. Тогда она нашла в овраге старую лисью нору, выкопала ее поглубже и устлала мхом, чтобы было потеплее. Родилось четверо волчат. Они были похожи на щенков, такие же маленькие, слепые и беспомощные. Волчата дрожали от холода и жалобно скулили. Мать вывезла их и стала согревать своим телом. Теперь она боялась не за себя, а за них, и берегла не свою жизнь, а жизнь этих маленьких и беспомощных детенышей. Волчиха, злая ко всем, нежно любила своих волчат. Несколько дней волчиха не выходила из логова. Она отощала и ослабла. От голода ей подвело брюхо. Она сидела в логове и лязгала зубами. Ей очень хотелось есть, но она боялась отойти от детей. Наконец ей стало не в мочь. Тогда она зарыла волчат в мох, чтобы им было теплее, и пошла в сторону деревни. Волчиха жадно расширяла ноздри, втягивая в себя воздух и пытаясь почуять, не пахнет ли чем-нибудь съестным. Ах, как ей хотелось есть! Но в деревню она не пошла. Она боялась, чтобы по ее следам не нашли ее логово и не убили детей. Обойдя деревню, она направилась в сторону дальнего села. И вдруг, о чудо! Почувствовала запах падали. В несколько прыжков подбежала к ней и стала рвать ее зубами. А когда насытилась, захватила большой кусок с собой, чтобы подольше не уходить из логова и не бросать детей. Долго жила Волчиха. Она была очень осторожна и не попадалась в ловушки, которые расставляли люди, и в которые попадались большую частью молодые, неопытные волки. Но, наконец, попалась и она. Жителям соседних деревень надоели волки, которых развелось так много, что от них не стало никакого спасения. Собрались тогда крестьяне и решили устроить на волков облаву. Наша Волчиха сидела в ту пору в своем логове, по обыкновению не очень сытая. И вдруг она услышала шум, крики и треск веток. Вскочила Волчиха на ноги, навострила уши и выскочила на опушку леса, прямо на охотника. Охотник выстрелил, и Волчиха упала замертво. Много в тот день охотники выгнали и убили волков. Потише стало в деревнях. Свободнее вздохнули крестьяне. Перестали волки овец и гусей таскать. Сегодня Лёлина рождение. Записала Александра Леонтьевна в дневник несколько дней спустя, 29 декабря, воскресенье. Алёша утром выехал с подводой в Самару. Написав эти слова, она подошла к окну и тревожно посмотрела в него. Начинались сумерки. Уехал рано, теперь уже, наверное, добрался до города. Ест пироги, которые она заботливо завернула для него в тёплую шай. Сегодня, конечно, уже никуда не поедет. А завтра, даст Бог, рано всё сделает и в обратный путь. Она прислушалась. Буран за окнами заводил свою тоскливую песню. В печах потрескивали дрова. Ну что это? Где-то там, за деревьями парка, неужели? Очень похоже на волчий вой. Не может быть. Волки ещё никогда так близко не подходили к дому. Да и не подойдут. Нет, не подойдут. Не осмелятся. Не осмелятся? А что если вдруг? И вот она снова прислушивается к вою за окнами И снова гонит от себя непослушные мысли, Которые вновь и вновь лезут ей в голову. Всё зубами щёлк да щёлк. Что ты бродишь, серый волк? Места я не нахожу. Весь от холода дрожу. С вами был Михаил Перепёлкин.